Доброе утро, ребята! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Сегодня у нас есть о чем поговорить, собственно, как и всегда. Но сегодня мы будем подводить итоги вчерашней конференции ФРС, соответственно, публикации ставки и заявлений со стороны монетарного руководства американского мегарегулятора. Но если это после, давайте сначала все-таки коснемся российского рынка, традиционно для нашего брифинга. Рубль, нефть. Откройте, пожалуйста, графики. Посмотрите, то, что пара USD-RUB продолжает находиться чуть ниже 54 рублей против доллара. Что касается нефти, то мы видим этот актив сейчас ниже 64. Или уж быть совсем точным, вы мне поможете. Актуальная котировка на каком уровне? Бренд. В общем, ниже 65. Если откроете дневки, то сможете увидеть, что вчерашняя торговая сессия оказалась просто чрезмерно волатильной для этого энергоресурса. Поскольку, скажи погромче. 63,63. То есть ниже 64. Посмотрите дневки, убедитесь в том, что если мы оценим охват диапазона движения вчерашних торгов, то это больше, наверное, 3 долларов. Соответственно, если спроекцируем на актуальную цену, практически 5%. Это очень много для дневного движения. Чем был вызван такой поход трейдеров? Сначала вверх, потом ниже. И в итоге мы увидели закрытие на тех ценах, на которых открыли торговую сессию. Сначала мы увидели, как Бренд и WTI росли в преддверии ожидания официальной статистики по запасам нефти США. После того, как статистика была опубликована, трейдеры переключились уже на заседание ФРС. И поскольку ожидалось услышать от монетарного руководства жестких комментариев относительно перспектив денежно-кредитной политики, которые должны были оказать поддержку доллара и выступить, соответственно, слабостью для рисковых инструментов и нефти тоже. Нефть полетела вниз, потеряла весь тот прирост, который был набран в течение торговой сессии и оказалась ниже цены открытия дня. Но после того, как уже вышли сами протоколы, как мы увидели процентную ставку, после того, как выступила Джанет Йеллен, разумеется, доллар не получил поддержки, это по факту вы уже видели, и нефть вернулась, собственно, вверх к тем уровням, на которых и открыла торговую сессию. Фактически результат дня сведен к нулю, поэтому, в принципе, сейчас мы снова начинаем оперировать статистикой. Давайте посмотрим на запасы нефти в США. Вчера седьмую неделю подряд они снижены на минус 2,6 миллиона баррелей, если уж быть совсем точным. То есть, седьмая неделя подряд, вполне возможно, что на следующей неделе также будет, скажем, еще одной пятидневкой, где мы сможем констатировать снижение запасов. Напомню, до этого АПИ также зафиксировало снижение. Но очень интересный факт, то, что впервые с апреля запасы в Кушинге снова начали подрастать. Вот такая вот интересная логика. Поэтому, если вернуться к нашей долгосрочной идее касательно роста запасов, отсутствия спроса и наших ожиданий, потому что же может быть в перспективе с рынком энергоресурсов по причине присутствия на этом самом рынке производителей, которые из месяца в месяц, прежде всего я имею в виду ОПЕК, увеличивают добычу, мы с вами констатировали, что статистически долгосрочная нефть пока не имеет основания для фундаментального роста. Вчера нефтяной актив явно продемонстрировал тот факт, что он может быть восприимчив к динамике доллара. Поэтому, поскольку прошло еще одно заседание, до конца года остается их всего лишь несколько, особенно с конференции от Джанет Йеллен, значит, если оперировать, опять же, комментариями со стороны унитарного руководства по ожиданию повышения процентной ставки, в принципе, доллар может еще набрать приличный вес до конца этого года и в ближайшие месяцы против основных конкурентов, и, разумеется, выступить фактором дополнительного давления на энергоресурсы. Поэтому, в целом, у нас энергорынок, бренд WTI сейчас без каких-либо факторов локальной поддержки, и если их нет, давайте полномерно также делать ставку на возможность коррекционного движения к тем целям, которые мы ставили ранее. Что касается рубля, поскольку доллар вчера не получил той поддержки, на которую ориентировались многие участники рынка, в принципе, можно сказать, что торговая сессия уже по факту всех решений, которые мы услышали, оказалась довольно-таки нейтральной. Поэтому ситуация с долларом практически никак не повлияла на динамику российской валюты вчера. Но мы знаем то, что по рублю есть интересный макроэкономический фон, который связан сейчас с действиями Центрального банка, связан с ситуацией на Украине и с ситуацией, которая определяется налоговым периодом. Поэтому, поскольку у нас есть уже опыт влияния налогового периода на динамику российской валюты, мы прекрасно знаем то, что он оказывает довольно-таки неплохую поддержку рублю, особенно тогда, когда на рынке очень много негативных факторов, и рубль цепляется за любое проявление фундаментального позитива и оптимизма для себя. Налоговый период стартует на следующей неделе. Уже в четверг предстоит погасить компаниям 500 миллиардов рублей. Поэтому, может быть, уже сейчас экспортеры начнут планомерно скидывать валютную выручку, и это спровоцирует спрос на рублевую ликвидность. Поэтому я бы не стал сейчас до конца, наверное, этого месяца делать ставку на то, что рубль снова может оказаться под серьезным давлением и вернуться уверенно выше 55-56. Для того, чтобы это произошло, нужно, чтобы с рынка ушел этот позитивный фактор в виде налогового периода. Поэтому сейчас, скорее всего, мы будем видеть проторговку, пусть и с повышенной волатильностью, проторговку между уровнями 52-50, даже лучше сказать 53-55. В этом диапазоне пара и будет двигаться, если, конечно же, не появится новых дополнительных новостных информационных шоков в виде возможности эскалации ситуации на Украине, в виде возможных доп. заявлений со стороны Центрального банка о возможности пересмотра механизма их интервентного вмешательства в динамику рубля. Либо, если нефть не покажет нам каких-то очевидных, либо прогрессирующих моментов для себя по росту, либо негатива, который также будет закладываться в стоимость и сказываться на коррекции. Поэтому, в целом, для рубля, тех, кто ориентирован на краткосрочный трейдинг, здесь, конечно же, нужно следить за нефтью. И те, кто делает ставку на долгосрочный тренд, позиционный трейдинг, здесь уже нужно все-таки иметь в виду налоговый период, подождать, пока он закончится, и снова возвращаться к тем затяжным долгосрочным идеям, которые мы с вами обозначили. Это девальвация рубля в район 58-59 против доллара. Теперь переходим к евро-доллару. Откройте графики, посмотрите. Вчерашняя торговая сессия, в целом, можно сказать, что до ФРС, до оглашения результатов поставки и начала конференции пара не демонстрировала какой-то выраженной динамики, находилась, в принципе, недалеко от уровня открытия, хотя в целом негативный фон был. Этот негативный фон связан с комментариями представителей Еврогруппы, которые сообщили в весьма жестком тоне о том, что если сегодня соглашение, сегодня, ребят, это акцент делаю на именно факт того, что сегодняшняя торговая сессия очень значительна и значима для перспектива евровалюты. Если сегодня Греция не достигнет соглашения о стройке международных корректоров, то уже с завтрашнего дня Греция не будет получать финансовую поддержку и со стороны Еврогруппы. Действительно, если оценить сегодняшнюю торговую сессию, вы знаете, что сегодня состоится встреча министров финансовых еврозонных, где большинство секций будет посвящено как раз преодолению проблем греческого долга. Но для того, чтобы был нащупан базис для нахождения компромисса, представители МВФ, Еврогруппы, Еврокомиссии, ЕЦБ отмечали, что Греция должна, если потребуется, прыгнуть выше головы, но предоставить пакет реформ, который устроил бы всех. У Греции было после воскресенья, когда они представили обновленный документ, но этот документ был забракован. Фактически четыре полноценные торговые сессии, и этого документа так и не появилось. Поэтому думаю, что сегодняшняя торговая сессия, сегодняшнее заседание и встреча министров финансов еврозоны в плане разрешения греческого вопроса будет безрезультатно, поскольку нечего обсуждать. Мы знаем то, что между сторонами существенные очевидные разногласия. Греция не может пойти на те требования, которые выдвигают тройка корридоров касательно реформирования пенсионной системы налогового законодательства. Отмечал я на прошлом брифинге то, что Еврогруппа сообщила о том, что может проявить мягкость и отказаться от требований по снижению пенсии и зарплат. Это на самом деле были только слова, поскольку документарно они не были подтверждены, и эта инициатива дальше вербальных заявлений не последовала. Греция по-прежнему сетует на то, что никаких смягчений в этом плане нет, а поэтому они, разумеется, не могут подготовить тот документ, который устроил бы тройка корридоров, поскольку если они подготовят этот документ, это будет полным противоречием той предвыборной кампании, которую они начали. Это кампания против мер жесткой экономии. Поэтому, ребята, еще раз обращаю ваше внимание на то, что если сегодня не будет достигнуто соглашение между Грецией и тройкой корридоров, значит, сегодня вполне возможно будет начать процесс постепенной подготовки анонса технического дефолта Греции и потенциального выхода из состава валютного блока. В частности, еврочиновники в последнее время уже неоднократно указывали на то, что времени осталось уже практически всего ничего, и никаких прогрессных моментов, оснований для все-таки нахождения компромисса по-прежнему нет. Я советую вам не игнорировать этот факт, и даже несмотря на рост европейской валюты, который был связан с вчерашней слабостью доллара, допускать и иметь в виду, что есть серьезный такой, геополитический фактор, фон, связанный с ситуацией в Греции. И если мы услышим о том, что после многих месяцев постоянного поиска решения, этого решения так и не удалось достигнуть, значит, евро окажется потенциально аутсайдером рынка, поскольку этот негатив сразу же отразится в ее стоимости. Идем дальше. Доллар японской иена, и тут, пожалуй, сразу можно сказать про главные события и вчерашние торговые сессии. Хотя, честно говоря, если мы посмотрим по реакции рисковых инструментов, по реакции доллара, если посмотрим на динамику долгового рынка и ситуацию на фондовом рынке тоже, было больше ожиданий и ожиданий того, что публикация ставки и после этого выступления руководителя ФРС окажет большее влияние на финансовые рынки. Но оказалось, что это была просто рядовая ставка, и в целом мы увидели классические движения там в диапазоне 100 пунктов. Доллар японской иена в течение торговой сессии, в отличие от евро доллара, готовилась к этому событию и до публикации ставки уже набрала порядка 100 пунктов, оказавшись выше уровня 124. По-моему, даже максимум был 124.40, где-то так. Однако после того, как была опубликована ставка, она осталась на прежнем уровне, и начала вещать Джанет Йеллен, которая, в принципе, не высказалась в оптимистичном ключе касательно экономики, не стала петь дифферамбы ей, отметив то, что следует еще подождать, прежде чем будет принято решение о повышении процентной ставки. Нужно дождаться подтверждения восстановления экономики, тем более, что она явно недовольна уровнем производительности труда. Хотя ближе к концу своей конференции она подчеркнула тот факт, что большинство голосующих членов монетарного кабинета по-прежнему выступают в пользу того, что ставку нужно повысить уже до конца этого года. Поэтому, в целом, как мы были вооружены определенными представлениями о коррекции монетарной политики до вчерашней публикации ставки по ФРС, так, в принципе, с этим новостным фоном мы уже вошли и в сегодняшнюю торговую сессию. Мы знаем, что ставку повысят. Сейчас это либо сентябрь, либо декабрь, хотя больше, конечно же, вероятность того, что с учетом последних решений повышение ставки может произойти ближе к концу 2015 года. Но есть и много участников, которые полагают, что решение об ужесточении монетарной политики может последовать уже в сентябре. Поэтому долгосрочно, даже несмотря на вчерашние потери пары доллара и японская иена и вчерашние потери американца, это, в принципе, никак не сказывается на позиционной картине, потому что пара доллара и японская иена по-прежнему весьма интересна еще тем фактом, что это очевидный контраст расхождения монетарных политик. ФРС рано или поздно, и, скорее всего, рано, повысит процентную ставку от Банка Японии, напротив, готовится к новым мерам экономического стимулирования. Сегодня будет публикован очень важный отчет по США. Это данные по индексу потребительских цен. Напомню, что данные по инфляции, по индексу потребительских цен, это как раз один из трех ключевых факторов, которые должны влиять на повышение процентной ставки. Рынок труда, рост заработных плат и инфляция. Если вы посмотрите на прогнозы, которые указаны в нашем экономическом календаре, вы сможете увидеть, что трейдеры ожидают рост этого показателя. Поэтому, если мы по факту увидим то, что инфляция подросла и нет дефляционных рисков, напротив, есть подтверждение прошлой тенденции роста базового индекса потребительских цен, значит, я думаю, что уже сегодня полноценно доллар может начать реабилитироваться в глазах преданных быков и снова отвоевывать позиции у основных конкурентов, у рисковых инструментов. Если сегодня инфляция действительно окажется на положительной территории, превысит, скажем, прошлый показатель, ну или бы совпадет с прогнозным значением, я думаю, что доллар и японская иена сегодня может набрать не меньше 50 пунктов восходящего движения. Поэтому наша цель, которая определяет по этой валютной паре закрепление выше 125, она никуда с рынков не уходит. И еще пару слов я хотел сказать про фунт. Откройте графики, посмотрите фунт-доллар. Вчерашняя торговая сессия для фунта была интересна еще тем, что вчера вышли данные, точнее, за сутки до этого были опубликованы данные по инфляции. В принципе, там, скажем, особого негатива нет. Что касается вчерашних важных отчетов, то я думаю, что вот этот спрос на британца, который стал актуальным и очевидным для рынка вчера, был связан с публикацией статистики по росту зарплатных плат. Зарплатные платы в Британии выросли на 2,7%. Это максимальный рост за последние 6 лет. Поскольку мы очень многое внимание уделяем в рамках британской экономики именно инфляции, то, разумеется, вы прекрасно знаете, что индексация зарплатных плат является неотъемлемой частью будущих показателей по инфляционному давлению. Поэтому, если растет инфляция, значит, то есть растут зарплатные платы, значит, есть основания и неплохие для роста и индекса потребительских цен. Может быть, именно поэтому Банк Англии вчера сообщил с полной уверенностью о том, что они ожидают серьезного роста индекса потребительских цен до конца этого года. Британец оказался одним из самых спросовых активов на фоне подобных заявлений вчера. И посмотрите, на дневках смог достичь уровня 1,58, даже оказаться выше. Это очень мощное сопротивление. Я думаю, что прежде чем пара, если найдет основание закрепиться выше, мы увидим неплохую коррекцию вниз, потому что это логичное следствие необходимости проторговки. Тем более, что мы обозначили возможность хорошего сигнала, возможность бычьего импульса для доллара по итогам сегодняшней торговой сессии. Если доллар получает поддержку, то вкопи с ожиданиями еще и технической коррекции по фунту, я думаю, что сегодня и до конца недели фунт снова вернется ниже этого рубежа. Ну а что касается дальнейших перспектив, то, соответственно, поговорим уже в понедельник. Вопросы есть? Тогда большое спасибо за внимание. Ждем вопросов на нашем официальном канале Амаркетс. Оставляйте их под видео окном. Всего доброго. До свидания.